Привет всем, меня зовут Олег Натоненко, и сегодня я бы хотел... Олег, чем это ты тут занимаешься? Чё это у тебя тут камера стоит, косметика валяется? Ты шо, пидош, шо ли? Да не-не-не-не, это не то, что ты подумал. Я просто снимаю видео, и мне всё нужно, вот, так что не волнуйся. Ну ты это тут, главное не увлекайся. Вот давай тут с девочками погуляй. Ну ты, ну ты понимаешь, о чём я. Ну в общем, давай, вот чуть-чуть, и всё. Хватит эти анимации, фигменты всякой. Давай, пока, удачи. Одобрение. Знаете, чем бы я ни занимался своей жизнью, меня всегда за это критиковали. Я никогда не слышал поддержки со стороны своих близких. И в самом деле я даже не преувеличиваю. Дело в том, что я понимаю, что критика это нормально, но когда ты слышишь её постоянно, и не слышишь слов поддержки, это просто выбивает тебя из коллеги. И со мной действительно такое случалось. За что бы я ни брался, мои родители, мои родственники ближайшие, они всегда были мной недовольны. Не важно вообще, в принципе, что я делаю. Пою, рисую, фотографирую, фотографируюсь, снимаю видео. Им всегда всё не нравилось. Они во всём искали какие-то минусы. Я понимаю, вполне возможно, это даже нормально, и это хорошо, что они указывали мне на мои минусы и говорили мне их устраивать. Но дело в том, что это становится уже настолько необъективным, и они просто хотели меня как-то задеть. По крайней мере, со стороны это выглядело именно так. Дело в том, что мои родители и мои родственники, они довольно-таки отрицательно относились вообще, в принципе, к тому, что я занимаюсь творчеством. Это действительно грустно. Неважно, чего я достигал. Они всегда найдут, за что меня раскритиковать, на что указать, чтобы меня как-то понизить. Как говорит моя бабуля, чтобы твоя самооценка вверх не полезла. И, знаете, я не понимаю, правильно это или нет, но я ребёнок. Был ребёнком, и сейчас им остаюсь. И, понимаете, на протяжении всей моей жизни, когда исходит только критика от твоих близких людей, которым ты доверяешь больше всего, ты действительно находишься в какой-то депрессии. Это нереально опускать тебя вниз. Чё-то я вспомнил песню. Don't let me down, don't let me down. И меня постоянно опускали. То есть я не чувствовал то, что да, я действительно этого заслуживаю. Потому что мне все говорили то, что нет. Неважно, чего я добивался, у меня всегда было ощущение то, что это всё не заслужено. Потому что мне всегда говорили то, что нет, ты делаешь что-то плохо. И я, естественно, думаю то, что да, я делаю это плохо. Значит, и всё вообще плохо. Зачем я этим занимаюсь? Понимаете, автоматически я чувствовал себя отвратительно. Поэтому, когда вы станете родителями, прошу вас, пожалуйста, поддерживать своего ребёнка. Не важно, хорошим в этом или нет. Поддержка это самое главное, чего он ждёт от вас. Он ищет в вас опору. А когда опоры нет, человек, естественно, упадёт. Он точно ничего не добьётся. И знаете, был такой момент, когда я поступил в институт. И я этим, безусловно, гордился. Потому что я не верил в то, что я вообще, в принципе, не могу туда поступить. Мне сказал мама то, что давай, дерзай, почему нет. Попробуй. Всё в твоих силах. То есть, в принципе, поддержка была. И знаете, когда я поступил в институт, я сразу позвонил бабулям, папе, чтобы наконец-то им сказать то, что вот, я чего-то добился, я чего-то стою. У меня такая эйфория вообще была. Потому что я хотел им доказать то, что они все ошибались. Я им звоню, я им рассказываю эту потрясающую новость, то, что я поступил, я поступил, куда я хотел, куда я мечтал всю свою жизнь. То, что это будет моя профессия, с которой я буду жить всю свою жизнь. Хотя, конечно, никто в профессии не работает, но я надеюсь, что я исключением. Первая, кому я позвонил, была бабуля. Я ей звоню, говорю, что я поступил, ура, а ты не верила. Она такая, да шо ты брешешь? Не верю я тебе. Небось, не поступил, обманываешь. Я такой, в смысле, бабуля, что не так вообще, объясни мне. Она мне не поверила. В итоге я ей всё объяснила, она более-менее так согласилась, такая, ну ясно, ясно. Как тебя только взяли, не понимают, ты шпеть не умеешь. Чё ж ты туда лезешь? Кем ты будешь потом, Олег? Ты лучше на учителя какого-нибудь учись, хоть какой-то прок будет из тебя. Она до сих пор-то говорит. Каждый раз, когда я прихожу к ней в гости, она начинает именно с этого, с этой песенки. То, что зачем ты это делаешь, Олег? Ты всё равно ничего не добьёшься. Иди на учителя, с твоим здоровьем вообще дома сидеть надо. В общем, вот так. Люблю, на самом деле, свою бабулю, серьёзно. Просто она, наверное, так обо мне заботится своеобразно. Потом я позвонил своему папе. С папой у нас такие непростые довольно-таки отношения, потому что с ним, вот действительно, он меня критикует вообще за всё. То, что я картавлю, это справедливо. Но, блин, каждый раз, когда мы с ним общаемся, а мы с ним общаемся раз в месяц, если не реже, Он мне всегда говорит то, что, ммм, картавишь, ммм, жирный. Раньше он мне постоянно говорил то, что, ой, ты такой жирный, ммм, петь не умеешь. Хочешь, я свожу тебя к своему знакомому, и он тебе скажет то, что ты петь не умеешь, а? И я ему звоню и рассказываю о том, что, я поступил, папа, всё хорошо, я поступил. Представляешь? На что он мне заявляет то, что, ммм, ну всё с тобой ясно, шарашка небось какая-то. Я такой, нет, институт культуры. На что он заявляет, ммм, но не на бюджет точно. Наверное, Катя только на платку могли взять. Им же деньги нужны, с кого-то собирать надо. Никто, наверное, не согласился, только ты и согласился. Представляете, вот у меня... Мне стало очень тяжко из-за того, что он даже не представляет, как долго я к этому готовился, и как долго я старался ради того, чтобы поступить туда. Каждый день повторял программу всю вокальную. Постоянно учил те правила по сольфеджио и теории музыки. Договаривался с учителями, чтобы они мне всё объяснили. Пособия покупал. И в итоге, после всех стараний, и когда я наконец-то достиг результата, я звоню, хочу услышать хоть капельку одобрения, и мне заявляют что-то вроде этого. Представляете, какая у меня была реакция? Насколько мне было противно? Давайте продолжим. Дело в том, что мои друзья не всегда со мной сходятся в интересах, это нормально. Когда я начинаю рассказывать о том, что нравится мне, они сразу начинают меня критиковать, и выставляют себя такими праведными, чистыми, непорочными, как будто они священники какие-то. Привет, Кирилл. Здравствуй, Олег. Чем занимаешься? Да просветляюсь духовно. А, ну всё понятно, понятно. А я такой потрясающий сериал нашёл, называется «Внутри ими шумер». Может, слышал? Он немного, конечно, аморальный, но может тебе понравится. Ой, наслышан об этой бесовской передаче, наслышан. Не ожидал от тебя такого. Ой, не ожидал. Что тоскуют поляк, и судьба не смеет. И дело в том, что они просто тупо критикуют всё то, что нравится мне. И это ненормально. Не все мои друзья такие. Многие меня поддерживают, или просто, если они даже и не согласны с моей точкой зрения, и с тем, что нравится мне, они лучше промолчают. Знаете, когда я начинал снимать в 2010 году, для меня каждый негативный комментарий был словно смертельный выстрел. Я так боялся, что могу кому-нибудь не угодить. Иногда реакция на мои видео, особенно в школе, старшеклассников, меня доводила до того, что я просто хотел бы всё это просить. Потому что меня действительно начинали гнобить, поступали какие-то угрозы непонятные, и мне было действительно страшно, что я кому-то не нравлюсь настолько, просто из-за того, что я самовыражаюсь. И в тот момент, когда я захотел просить, меня наконец-таки переклинило. С какого хрена я вообще должен прекратить заниматься тем, что заставляет меня становиться счастливым? Почему я должен бросать-то ради каких-то вообще левых людей? Почему я жду одобрения от своих родителей, вообще, в принципе, близких родственников, друзей, учителей, знакомых, левых каких-то вообще людей, в принципе? Почему я должен ждать от них одобрения? Почему я просто не могу быть собой, просто самовыражаться? И когда до меня это наконец-таки дошло, мне стало настолько легко. Конечно, до сих пор во мне какие-то проскальзывают мыслишки, то что, Олег, надо всем там нравиться. Вот, ты должен быть как конфеточка такая, всем нравится, сладенький, чтобы всё было у тебя хорошо. Но это так не работает. И я постоянно себя ругаю, вот с таким мысли, и пытаюсь от этого избавиться. Просто хочу быть таким, какой и есть на самом деле. Я на 100% уверен, что найдётся та аудитория, и мне кажется, она уже потихоньку начинает находиться, которая меня во всём поддержит, и поймёт, и примет таким, какой я есть, и это, безусловно, делает меня счастливым. То, что я не должен притворяться, я не должен делать то, что мне не нравится, что доставляет мне дискомфорт. И спасибо вам огромное за это, за вашу поддержку, за то, что вы остаетесь со мной, не отписывайтесь, смотрите мои видео. Суть этого видео в том, чтобы вы не старались угодить кому-то. Если вы захотите стать лучше, становитесь лучше ради себя. Я более чем уверен, что найдутся те люди, которые скажут, что это видео вообще какое-то ночное золото, и я говорю, полную чушь, но есть ли мне дело до этого? Спасибо огромное за просмотр, я вас безумно люблю. Относитесь к людям так же, как хотите, чтобы относились к вам. Если вы досмотрели видео до этого момента, то поставьте хэштег люблю себя в комментариях. Мне будет интересно узнать, кто смотрит мои видео до конца. Я вас безумно люблю. Пока. О, Олег! Слушай, короче, я хотела тебе что-то рассказать. В общем, я сидела там, ну, в парниках, искала мемочки. Вот, короче, я нашла один мем, называется «Здравствуйте». Короче, там деревяшка, на ней как будто псилка. В общем, я теперь совсем так буду здороваться, пока. Ну, это по ее стране. Извини, мне это не особо интересно, но не могла бы ты послушаться. Я, в общем, сделал кавер. Мне очень интересно, что ты думаешь по этому поводу. Знаешь, вот тебе мнение интересно. Я вот даже, знаешь, я ушки-то открою и не буду это слушать. Вот ты, знаешь, слышала ты, да, Эллана, вот тигр, тигр, вот у него круто. Я думаю, вот у него покруче, а у тебя вот так вот. Вот так вот мне не интересно, понимаешь? Вот так вот. Продолжение следует...